Салон Братья и сестры, дорогие друзья, сейчас я во Львове. Это место особенное, святое, дорогое, как говорят, намоленное. Здесь молились многие поколения евреев. Улица так и называется, староеврейская сегодня, она так называется. И сзади меня вы видите то, что осталось буквально развалено, буквально фрагменты, отдельные штрихи. Только лишь от былого величия некогда синагога называлась Золотая Роза. Так ее обычно и сегодня вспоминаем, мы говорим Львов Золотая Роза. Синагога Золотая Роза. Она была уничтожена, когда пришли сюда во Львов немецкие фашисты, то началось просто избиение евреев. И это очень такая печальная страница истории города, страны в целом. И была взорвана, вскоре была уничтожена синагога. Но по милости Всевышнего Бога остались некие фрагменты. Некоторые фрагменты, по которым сегодня мы можем немного хотя бы ориентироваться о месте положения самой синагоги молящихся. И здесь сегодня мемориал. Сзади меня вы видите вот такие камни, и на этих камнях надписи на украинской мове и на иврите. Как раз надписи, говорящие о Львове, о еврейской богатой истории города Львова. И здесь Мистолева, город Льва. Я как верующий человек, конечно же, как библейский верующий, я говорю, что это город Льва не просто князя, какого царя. Нет, город Льва настоящего, о котором говорится в Библии. Льва из колена Иуды, который есть сам Иешуа Машех, Иисус Христос. И еврейские апостолы первого века, ученики непосредственные Машеха, они говорили, что и ни в ком ином нет спасения. Они говорили о своем учителе, что нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Боль, страдания, разрыв. Израиль и церковь, церковь и Израиль. Я об этом много говорю. И в Киеве, вот возвращаясь, на днях уже возвращаясь в Киев, планирую провести семинары как раз на эту тему. Вновь и вновь. Израиль и церковь, церковь и Израиль. И также буду вспоминать и Золотую Розу, и другие разрушенные синагоги, оскверненные. Буду вспоминать миллионы жертв Холокоста. И буду говорить о многих других трагических датах в календаре. И буду говорить, конечно же, о корнях этих проблем и о попытках решения этих проблем, примирения. Потому что у вражды нет будущего. Есть будущее только у любви. Есть будущее только у прощения. У непрощения нет будущего. И вот эти камни Золотой Розы, оставшиеся от былого величия этой синагоги, молитвенников, знаете ли, эти камни, они тоже помнят. И они говорят. Да, камни тоже говорят. И они говорят об очень многом. И здесь, возле Золотой Розы, на Старой Еврейской улице, в городе Львове, в городе Льва, молюсь и благоставляю Израиль, благоставляю всех евреев, благоставляю всех неевреев, все народы. Пусть с этого места Божьего благоставения придет и в вашу судьбу, и в вашу жизнь. Во имя Христа Иисуса Бешэм Иешуа Данашиах. Иешуа Машихейну. Я верю, что только Мессия, только Маших, Он может действительно примирить. И Он примеряет действительно все народы нашей земли. И в этом году удивительно совпадение такое красивое очень. Мне оно очень понравилось, это совпадение. И, как говорил еще один из проповедников, Его Величество Случай, это псевдоним, Его Величество Господа Бога. И совпадение в том, что Ханука, праздник, как о нем говорится в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 22 стихе, праздник обновления еще. Мы его также знаем, как еврейское Рождество, мы его знаем также, как праздник именно огня, света. Праздник света, праздник Машиха, праздник Христа, потому что Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. В предханукальные дни, в предрождественские дни я буду проповедовать об этом также. И в семинаре я об этом буду говорить, в Киеве, безусловно. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, пусть Господь действительно совершит чудо. Ханукальное, рождественское чудо. Сегодня как раз перечитывал одну заметку, такую небольшую заметку, где говорилось о том, что во время войны, бывшие еще сто лет назад, примирялись французы и немцы в сочельник, предрождественский сочельник, воспевая Христа, родившегося в Вифлееме Иудейском, родившегося в Израиле ради нашего спасения. И они пели, пели и спелись. Спелись так, что стали брататься. Это, насколько я знаю, первое в истории войн, братания враждующих армий, воюющих между собой армией, уже не первый год тогда воюющих, я так понимаю. И это чудо. И хотя, будем так говорить, исторически это братание закончилось репрессиями по отношению к братавшимся, знаете ли, потому что генералы, политики расценили это как предательство какое. Но на самом деле это победа нашего Господа Иешуа Машиаха, Иисуса Христа. И это предзнаменование того, что действительно у нас есть чудо и возможность есть сегодня действительно вот этим чудом победить. Вот настоящий дух Рождества, будем так говорить, победить зло этого мира. Среди хаоса, среди этого мира, лежащего во зле, Бог зажег свой свет. Я благооставляю вас, дорогие друзья. Я хочу спеть благословение Аарона вообще-то, благословение священников. Я очень люблю это благословение петь. И вот вы, если вы видите, сейчас это вот площадка. Здесь мемориал. Вот это, собственно, начало старой еврейской улицы. Да, и здесь вот эти камни, тоже говорящие нам сегодня. Камни, которые тоже говорят о том, что Бог таки есть, и Он возлюбил мир, и Он хочет действительно совершить чудо в наших судьбах, нашей жизни. Нет, я поставлю сюда, наверное, эту треногу. Вот, и здесь, возле камней, этих священных камней, которые помнят очень многое. Я хочу спеть, я даже взял талис с собой сегодня. Сегодня талит, такой мессианский, еврейский талит, которым хочу благословить. Ебрехеха Адонай, веишмареха, Яхер Адонай, панав елеиха, вихунеиха, Иса Адонай, панав елеиха, Да благословит Тебя Господь, и сохранит Тебя, Да призрит на Тебя Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, Да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Обещаем Иешуа Гамошех во имя Христа Иисуса. Аминь. Пусть Бог Авраама, Исаака Израиля благословит всех вас, дорогие друзья. Молитесь за город Львов. И призываю благословения сегодня на этот город. Благоставляю всех жителей Львова в эти такие предханукальные и предрождественские дни. Город красив. Я очень люблю Львов. Это действительно такая жемчужина, знаете ли. Это действительно такое место, которое заставляет как-то особенно биться сердце. И в эти дни я снова испытал вот это блаженное чувство такое, знаете ли. И я очень люблю Львов, очень люблю этот город. Господь Всемогущий хочет этот город особенно благословить. Пусть здесь славится имя Господа Иешуа Машеха, Иисуса Христа. И пусть действительно здесь свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир, просвещает все народы. Украинский народ, еврейский народ, все народы нашей земли. Потому что Львов, он, кстати, такой исторический город и туристический город. Здесь вот в эти дни на улицах я встречал людей разного цвета кожи, разных национальностей, десятки и десятки разных национальностей, культур. И это, знаете ли, прекрасно, когда вот мы вместе и когда действительно Божья любовь, она спасает разные народы. И молюсь, конечно же, о том, чтобы действительно было спасение всех народов. И в первую очередь, паки и паки, как говорится, снова и снова, как православный реформатор, обновленец, я благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим, благоставляю всех евреев. И здесь, во Львове проживающих, сегодня, конечно, гораздо меньше, чем некогда. И вернувшихся домой, в Израиль, и рассеянных по всем городам и селам, странам, континентам. Сегодня, кстати, купил хумус. Да, я не оговорился, реально, здесь есть еврейский ресторанчик и есть настоящий хумус. Я думаю, не хуже, чем даже иерусалимский, израильский. Готовят здесь, да, в ресторане Иерусалим. Еврейские повара очень вкусно готовят. Вот так. Так что благоставения всем вам. Ну, еще раз со старой еврейской улицы благоставляю вас. Вот, можете посмотреть, я, наверное, сделаю такую панораму еще, что вы могли видеть. Вот там чуть далее тоже такие информационные стенды, как раз говорящие о еврейском наследии. Львово и вот о синагогах. Львово, в частности, вот тоже и Золотой Розе. Вот и вот эти камни. Такой мемориал с камней. Где есть и надписи вот и на украинском, и на иврите. И вот здесь тоже рассказ о, собственно, Золотой Розе. Даже вот одна из фотографий. Запечатляющий интерьер некогда Золотой Розы. Одного из помещений. И вот, собственно, камни, что остались от той синагоги. Синагога Золотая Роза. Город Львов. Город Львов. Золотой Розу. Город Львов. Субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok.